здравствуйте меня зовут александр гущин от программы на барсе в гостях у нас интересный человек актер миша богданов добрый день спасибо что пришел миша я во первых поздравляю тебя завершением театрального сезона я думаю он был достаточно насыщенным особенно для тебя вообще скажи сколько ты ролей исполняешь в секунду то есть ты ведь достаточно востребованный актер я сейчас заняться в наверное там процентом 80 репертуара всего-то всего-то да то есть не 90 до и не 98 ну и слава богу наверное потому что быть занятым на сто процентом репертуаре это во первых это вдруг я же живой человек это же надо так за здоровьем следить чтобы не дай бог даже сейчас возникают трудности со времени даже элементарно что я сюда пришел не с первой попытки да 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 сезон закончился на репетицию тебя продолжается вообще в чем секрет твоей востребованности сам как думаешь в трудолюбии тут сложно определить в чем секрет да в чем секрет почему зритель даже одного любит там актера другого нет одно ему нравится другому нет иногда трудно это определить ну тут тут какой-то там обаяние еще что-то играет роль а в востребованности в театре здесь только работоспособность играет роли решающую мне кажется это везде даже вот работоспособность решает все потому что дело то такое конвейер не прекращается в театре постоянная работа она не замирает смотри ты изучал биологию не было дело вот ты получал высшее образование напомни где это было потому что вот у меня по воспоминаниям что это было и в гу да и смотри вот этот момент переломный когда твое актерское естество твои какие-то возможно детские и юношеские мечты и желания да когда они взяли верх над тобой и ты подумал что ну можно рискнуть можно попробовать почему ты в определенный момент понял что возможно не знаю биология в школе да за восьмой класс и биологии на первом курсе университета были не такими одинаково интересные абсолютно два раза тут важно понимать это каждый раз такое происходит я замечаю это и с другими это очень зависит от педагога у меня был перед преподаватель по биологии наши классный руководитель замечательный человек который как-то взращивал любовь к этому предмету и такой окрыленный поступаешь в вуз а там начинается что-то другое и вузе я ощутил себя не на своем месте этого первых и думаю а как же по кем я хочу быть то и мне трудно было сформулировать ну в общем это продолжалось долго я тянулся пытался или не пытался что это сделать там у тебя курсов у меня ушел первый год и это было очень печально ну так что тоже не думаю ну ладно может быть я чего-то не понимаю сделаю вторую попытку я вернулся и и на другой ну как типа на второй год остался сделаешь и попытку и понимаю что ну нет нечего инфантильности полно в во мне и там было учиться трудно в том числе и по этому поводу потому что у меня детскость никуда не ушла абсолютно и я такой неорганизованный абсолютно какой-то вот оно и сейчас во мне присутствует эта инфантильность она была всегда она сейчас просто помогает я почему спрашиваю потому что вот допустим сейчас идет набор студентов да они решают кем они будут какой путь и вообще оглядываясь назад вот то есть стоило ли тратить время или надо было изначально вот посвятить себя актерскому там мастерству разные могут быть ситуации как ты думаешь вот ты абсолютно прав разные могут быть ситуации мне кажется самое главное что нужно для себя решить это никогда не поздно я всегда сейчас это говорю себе никогда не поздно переделать ну то есть надо дать себе как-то право на ошибку даже на какую-то серьезную если ты даже выбрал путь и ты понимаешь что не то возможно сквозь попробовать понимаешь что что действительно вот я хочу заниматься другим но если мне этот повод ты это никогда бы не осознал меня в театр привело отчаяние на самом деле полное потому что когда я думал чем чем же мне заняться просто я будучи школьником хотел стать вот вот буду биологом и когда я по мере взросления я мне тяжелее было все как-то вот представить мою кем же я буду ну как-то вот тяжело для кого-то кстати мои одногруппники однокурсники они работают по профессии многие они для себя это смогли сформулировать то есть это не значит что я обесцениваю сейчас не не дай бог не нужно сказать что бывают ситуации когда человек приходит на актерское понимает что он не актер очень здорово когда у человека хватает смелости хватает мудрости признать что он не на своем месте вопреки иногда амбициям да и и направить себя в другое русло это круто я желаю это многим потому что иногда человек себя мучает других мучает такое бывает же часто находясь не на своем месте я не только там имею виду театр любую вообще профессию и это приводит каким-то психологическим неврозом даже у всех причем ну вот а у меня ну то есть когда я не знал просто куда идти у мне помогли родители потому что я без опоры под ногами вообще остался и кем куда я я понять не миг я не понимал вообще где мое место в этом мире не понимал вот вообще если бы я хотел стать заранее там но актером я бы другой чуть-чуть путь для себя выбрал а здесь я больше от отчаяния пришел потому что актерами хотел быть всегда хотел быть естественно но как-то почему-то не расценивалась это моим в моем окружении что ли вот как-то как профессия это часто бывает такое да потому что это развлечение это не хотя когда я наоборот уже окнулся я понял насколько мы ошибаемся ну то есть что это на же есть производство где мы производим что-то конкретное иссязаемое это круто а есть актер который развлекает его вроде как ничего не производит хотя и за вот годы служения театру я убедился в обратном что мы производим и это классно это то что меня сейчас греет какое-то когда человек должен чувствовать все равно всегда определенную миссию да ну зачем то потому что какой-то определенный смысл жизни я настраиваю знаешь как себя перед спектаклем кстати у каждого своей кухни вот такие секретики делюсь своим я люблю себя хвалить когда ну это часто бывает и это можно применять кстати к любой профессии абсолютно потому что я уверен что любая профессия несет людям что-то полезное я как-то раз перед спектаклем так нервничал сильно прям переживал волновался страшно и это же может навредить как-то можно не справиться с этим волнением и я помню мои мысли тогда полный зал собрался я такой а время какое-то еще было такое и погода была какая-то плохая и какое-то такое информационно тяжелое время было я громишь какой ты вот сейчас молодец вот ты сейчас вот выйдешь и ты потратишься и люди отвлекутся от своих сейчас вот переживаний возможно они направят свои мысли ближе к близким там родным любимым людям ну потому что спектакль этом располагает я как-то себя похвалил и думаю и и мне так потом легко было и это было такое новое что я теперь стараюсь себя хвалить чаще перед каждым спектаклем каким бы он ни был потому что зритель пришел и он в идеале должен получить приятные зритель увидит если ты внезапно перед спектаклем себя чуть-чуть перехвалишь нет не будет вообще заметно хвалил я себя или не хвалил да может быть конечно зритель увидит меня где-то излишне наглым или излишне такое может быть планки всегда в 80 процентах спектакль я хотел вот что тебе рассказать на самом деле несколько лет назад у нас с тобой был разговор ты его скорее всего не помнишь и я его помню сам урывками но вот что я помню оттуда ты говоришь что нет дружище денег в театре не заработаешь и и уходишь но ты говоришь это с довольным лицом и что мне нравится во всей этой истории ты уже тогда еще когда ты только учился на актера ты уже это осознавал и очень классно то что ты шел в театр не за этим и то что у тебя был вот этот твой план расскажи зачем актер зачем человек приходит в театр что он получает не совсем сейчас уже с этим согласен с утверждением не совсем ну то есть да по прежнему это все относительно я прекрасно понимаю потому что да когда я есть установка она на мой взгляд немного все-таки уже подустарела потому что она вышла она разбалансирована сейчас эта установка когда я только пришел мне сказали театр это не про деньги я согласился потому что ну будучи просто окрыленным вдохновение не забывайте я был в отчаянии нет 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 это уже после отчаяния мы с тобой разговор я помню этот разговор это уже после после нет как раз у меня на отчаянии прошло когда я пришел вот в театр я поступил к ольге львовне уже был на втором курсе я ничего еще не соображал мне было еще так трудновато мне как-то так влиться на втором курсе я уже влился и я себя ощутил на абсолютно на своем месте я тогда это осознал абсолютно всем телом мозгом эмоциями всем я прямо ух это очень сильно почувствовал и вот после этого уже произошел наш разговор и я был уже абсолютно счастлив нам дали вы ли буквально это что театр это не про деньги готовы ли вы посвятить свою жизнь театру просто но это правильно знаешь по какой причине потому что у многих есть какие-то вот стереотипы о том что вот я сейчас приду я стану знаменитым и так далее некоторые идут именно за этим обжигаются и разворачиваются но что мне нравилось то что у тебя вот это понятие было уже встроено практически изначально и ты говорил это с улыбкой то есть ты понимал что у тебя какой-то другой план и тут знаешь надо отдать должное я социальный оптимист я все говорю с улыбкой на тот момент саж сколько нам было лет 24 24 у меня уже сын родился еще раньше это было там 20 лет но какие деньги мне тогда не интересовало это абсолютно театр может быть про деньги то есть как смотри театр не про деньги театр это про творчество ну да согласен но с другой стороны деньги тоже нужны ну то есть мы же должны держать определенный баланс вообще счастье это баланс мнение что театр это не про деньги мне кажется таки разрушают этот баланс потому что конечно не про деньги но это профессия и профессия которой человек отдается самозабвенно и из-за которую конечно желательно все равно получать не идти в актеры чтобы стать богатым от получать достойно потому что ты достойно работаешь вот все равно руководство театра по крайней мере вот на данный момент я всяческие дифферамбы бесконечно могу петь стремиться все таки вот эту как раз баланс выдержать потому что одно время прямо было почетно бедный нищий артист но очень одухотворенный но как то нет не согласен я ну то есть мне бы хотелось все таки чтобы я мог обеспечивать семью будучи актером а это важно некоторые мои коллеги отмечают что иванско драматическую растет том числе вот и лапшин мы с ним разговаривали уровень конечно и миша богданова тоже растет определенно я видел тебя в работе не скромничай как ты думаешь проанализируй возможно почему театр сегодня может быть вообще либо на примере вашего театра почему он сегодня становится сильнее слушай но мы пережили вообще эпоху такого всем известного кризиса до который на культуру отразился наверное в первую очередь вообще давай возьмем вот этот период более для нас актуальный ты в театре уже работаешь больше 10 лет 11 лет примерно уже 11 лет даже на своем вот этом примере ты же замечаешь эти изменения было время когда в театре у нас менялся руководство менялись художественные руководители менялась постоянно вот как и какие-то были перемены какой-то был до какой-то вот такой застой был одно время из которого тоже трудно было всем выйти на вот поэтому это больше заслуга конечно тех людей ну то есть руководители все равно которые сидят руляют и главный режиссер это директор которые больше всех сделали для я думаю для театра но и и не ограничусь ими двоими то есть это большой штат людей которые на это работают которые тоже пришли в театр которые например вот и лена владимировна я считаю иконникова директор театра сейчас такой вот не взлет а подъем до подъем театра вот он с ее прихода как-то начался и надо отдать ей должное вот тут ее роль конечно но основная поэтому о себе я тут помолчу с удовольствием потому что нет я как раз просто попал в эту в этот ключ развиваюсь я как бы отдельно от него ну то есть как конкретно и развиваюсь я как актер конкретно развивается наш театр и это замечательно ну слушай если это механизм конечно все взаимосвязано конечно да взаимосвязано ольга львовна раскатова мой мастер мой педагог заслуженная артистка россии по которой я скучаю она актриса такой тоже своеобразной школы и иногда многим вот она при этом восстанавливали спектакли она как режиссер было и иногда очень трудно было понять потому что один актер тяжелее поймет другого у нас есть режиссер который какой-то такой имеет неоспоримый авторитет и какая бы там ни была у него режиссерская школа мы как-то его принимаем ругаем но принимаем когда актеры друг с другом например сложнее принять потому что каждый актер это же профессия очень такая вообще интуитивная по сути очень много зависит от твоего какого-то личного такого ощущения микро ощущения даже ольга львовна меня научила принимать любую технику ну то есть вот не отвергать и и это для меня по моему был такой путь развития как раз таки начала пути развития потому что после этого я не перестаю пробовать что-то новое мне кажется это как раз и влияет на рост надеюсь он есть да не слухаю вот сейчас опять мое врожденное позитивное мышление которое мне помогает в жизни ну серьезно я не знаю почему это как откуда не стыдись его не скрывать нет вот я не стыжусь просто иногда когда анализируя я удивляюсь насколько я об этом не думаю насколько происходит репертуарный театр это очень такая вещь не очень любит ее вообще артисты не любят потому что это условия творческой необходимости у нас даже есть производственной необходимости понимаешь это все равно такой конвейер немного где ты хочешь не хочешь должен делать я общаюсь с коллегами из крупных городов где есть много театров и они имеют возможность представляешь там выбирать они их приглашают они говорят вот туда хочу ну то есть они работают там по многих театрах и они выбирают роли от тут они там что-то им не понравилось они отказываются то и ничего себе у нас нет таких свобод конечно дали играть с актерами и они говорят мы можем выбирать роль ты такой что что вас плохо слышно я не расслышал ну конечно это и так понимаем да когда мне бы я разговаривал с ребятами из петербурга они такой прекрасный спектакль показывали и после спектакли мы с ними вот познакомились они готова откуда ты я гри я из иваново а где-то там в каком театре глюл у нас вот репертуарные ивановский областной драматический отельки сочувствуем с таким да потому что они работают по-другому они могут в этом проекте поучаствовать например потому что здесь они могут заработать а в этом проекте они могут потому что они там нет денег но зато есть команда как вы есть хорошие материалы есть прекрасные постановки ну вот допустим у нас конечно нет такого выбора у нас не я решаю тем более вообще кто приедет что мы будем ставить и какую роль я буду играть у нас есть распределение я могу только предложить подать свою заявку и так далее вот естественно это такие условия определенного пресса да с одной стороны у рамки но и тут я нашел позитивный момент понимаешь этого что касается развития когда жизнь меня задает в эти рамки такой а вот это я могу а если например я уже это делал могу ли это сделать по-другому это круто азарт своеобразно абсолютный азарт но мы все люди азартные творчество без азарта без страсти она практически невозможно согласен конечно ну практически даже если это азарт такой меланхоличный он тоже азарт и это тоже страсть я не буду спрашивать тебя про любимую роль потому что у тебя их столько что ты возможно даже не помнишь что там ты любишь больше но самое может быть энергозатратная вот которая у тебя ассоциация всплывает моя девочка ходила на спектакль бальзамин она пришла на спектакль вместе с моим с ним вот и она потом говорит ой здорово здорово ну конечно тратишь но кому-то она даже не мне это говорил он там тратится тратится а вот когда все происходит само собой знаешь когда вот это удивительный театр и вообще вещь когда я могу тратиться безумно но я не трачу как будто знаешь собственную энергию это вот какой-то удивительный такой удивительное какое-то такое свойство театра когда я вот весь вроде бы совершенно абсолютно должен быть изнеможден но я после спектакля весь сырой насквозь есть просто вот вроде бы я все все отдал из себя и выжил у меня столько сил на самом деле вот столько энергии какой-то внутренней мне кажется это какой-то не моя сила как будто тратится а я как будто проводник ну понимаешь но то есть я потом после спектакля будучи в вытру вытер пот и я полон сил вот такое бывает но это опять таки тоже связано с организмом я понимаю там с гормонами и так далее которые эндорфин и все прочее которые мне не дают усталость я хочу это обрететь порталом из другого мира гораздо интереснее я баланс я хочу как раз таки понимаешь поймать вот этот баланс между выключи же биолога все на актер у тебя только что нет помогает смотри вот правда я вот думаю я гормоны у меня под не да у него есть портал и вот эта энергия от зрителей не знают кого она прилетает я соединяю биологию эзотерику почему замечательно у тебя начинается уже физика господи все ты актер больше десяти лет в театре огромное количество ролей ты как актер не сейчас но в будущем видел бы себя в качестве режиссера или может быть педагога так или иначе наступит момент когда спадет потребность поглощать и наступит потребность поделиться чем-то ну то есть она принципе сейчас иногда наступает но еще я не созрел вот конечно когда-нибудь я думаю это будет я просто почему говорю об этом именно так потому что ну это не планы это скорее наите то есть такая тоненькая есть которую я чувствую я не поэтому немножечко боюсь спугнуть я так не сильно я очень люблю умных и образованных режиссеров пока я не почувствую что я дотянулся я не буду но то дотягиваться еще далеко миш ты создаешь впечатление счастливого человека и человека у которого сбылась мечта и ты успеваешь по всем позициям то есть у тебя прекрасная семья у тебя как я понимаю любимая работа возможно это секрет но как ты думаешь в чем заключается вот этот успех кроме позитивного мышления хотя может быть секрет как раз таки в нем может быть нет я не знаю в чем тут заключается секрет я единственное знаю что мне конечно не хватает часов в сутки потому что да я хочу успеть везде и слушай нет ты знаешь я вот понял сейчас да может быть действительно какая-то просто природа сказать моя с которой я примирился то о чем мы вначале говорили какая-то есть инфантильность и так далее как во мне присутствует детскость которую я никогда не поборю в себе и я не хочу и не надо ну как не надо она понимаешь тоже мешает в жизни но наталья сергеевна бондарчук сказала мне я теперь это запомнил на всю жизнь будьте как дети понимаешь дети перекладывают ответственность а я не могу мне я обязан ее брать потому что ну я отвечаю как минимум за своих детей за свою семью ну то есть я не могу быть уже таким ребенком каким бы я хотел бы быть вообще каким я был десять лет назад грубо говоря то есть нет я уже не имею на это право но этот ребенок он во мне все еще сидит он такой он смешной глупый какой-то даже абсолютно забавный непосредственный который с которым я подружился и он мне как раз таки помогает в этом вот во всем в позитивном мышлении и так далее он мне помогает у меня из-за этого есть куча там например таких бытовых недостатков например вот игрушки как ты везде как ты везде успеваешь а вот так зато до меня не могут дозвониться люди бесконечно я не отвечаю на сообщение я пропадаю где-то все время ну то есть я не вижусь иногда с какими-то людьми на меня там люди часто обижаются вот мы увидимся раз пять лет да да ты везде успеваешь а ты такой я успеваю да мне кажется что я ну не успеваю я определил где мне нужно успеть и стараюсь там успевать а остальное ну извиняюсь у нас есть традиционный вопрос который мы задаем финале и даже как-то неловко его спрашивать после того что ты сегодня рассказал и глядя на твою довольную физиономию спрашивать такое но миш да ты на данный момент счастливый человек да если да то почему это так удивительно мы с моей женой иногда смеемся какие мы бываем иногда разные я не понимаю почему я чувствую себя счастливым вот я не могу понять понимаешь даже объяснить это трудно почему то я чувствую в основе своем вот какое-то мышление вот этого до врожденное но все равно меня вытягивает на на счастье ну и потом я не могу быть сейчас знаешь не счастливым человеком потому что почему я не счастливый человек вот я просто для себя даже не могу выразить потому что вот не знаю компания на рыбалке а закинули удочки и стали разговаривать про то кто сколько зарабатывает и и так далее ну вот я не помню не смысле хвастаться в смысле просто обсуждать эту тему потому что как выяснилось всем не хватает денег вот всем и мы стали обсуждать эту тему и оказалось у нас такие разные зарплаты у кого-то такие очень даже высокие но все равно не хватает и я сижу такой дурачок с этой удочкой а мне хватает у меня там самое низкое было удивительно хватает всего и всегда ну как-то почему-то но это тоже наверное минус знаешь может быть мне мало надо может быть я ограниченный человек возможно а может наоборот я нет для меня этих границ которые обременяют остальных единственное точно знаю одно четкого рецепта счастья у меня нету кроме того что будьте счастливыми ну вот не могу сформулировать по-другому не получается прямо вот никак приходить в театр если что я мы смеялись а я готов приходить театр я поделюсь кусочками счастья потому что в театре я нашел способ сказать на это так прикольно это так интересно на самом деле я такой вот что я несу в театре ну по крайней мере это мой инструмент до которыми не хотят не единственная я изучаю и другие инструменты миша спасибо большое что пришел то что поделился своей энергией класс спасибо мне даже не пришлось в этот раз ходить в театр на таком расстоянии энергии гораздо больше в этот раз не сразу смог тоже прийти я приглашаю на программу людей которых я хочу обнять кстати это я у тебя подслушал а я послушал у полунина это круто был недавно в его у него в музее в и так заразился тоже там вот этой энергии знаешь какой когда люди делают счастье из ничего вот у него это получается и люди делают все из ничего творчество из ничего из простого целлофанового пакетика можно сделать облако для меня это так удивительно и здорово дамы и господа у нас в гостях был интересный человек актер миша богданов еще раз спасибо за вас можно спасибо за просмотр